Привет, друзья! Меня зовут Романов Даниил. Итак, ребят, мне в личку был задан довольно интересный, на мой взгляд, вопрос о том, сколько должна длиться тренировка. И меня этот вопрос, ребят, сразу как-то мыслями отправляет в прошлое. Начало двухтысячных я со своими друзьями ходим в местную качалочку, которой, к сожалению, уже давно нет. Но не суть. Короче, мы ходили в качалочку и логика на тот момент была простая. То есть тренировка должна длиться не менее часа. Так считали подавляющее большинство посетителей той самой качалки. То есть меньше часа это неприемлемо, это не тренировка, а то, что выше часа длительность тренировки, это все классное. Это только поощрялось. Откуда взялись эти цифры, кто их придумал? Никто этого не знал, никто в это не вникал, но такая вот логика она была. И все, в общем-то, этой логике следовали. И при том, это не означало, что мы полтора, либо два часа именно пахали. Такого не было. Да, мы находились в зале довольно длительное время, это полтора-два часа. Но я не помню, чтобы там кто-то реально пахал. Качалка это такое, своего рода место тусовки, где я выполнил, допустим, какой-то подход, какого-то упражнения. И потом 5, там, не знаю, 7 минут брожу по залу, здороваюсь с приятелями, с кем-то разговариваю. Так, в принципе, все примерно и поступали. Я знаю, сегодня происходит примерно такая же кретина. Хотя на сегодняшний день информации, методической информации гораздо больше. Так что примерно вот так вот и тренировались. Ну, знаю, сегодня есть примерно такая же логика. Люди откуда-то берут какие-то цифры. Например, тренировка должна длиться не менее часа. Кто это придумал, никто не знает. Но подобный миф, он по сей день, как бы, имеет место быть. Ну, что я хочу сказать по этому поводу, друзья? Все, конечно же, индивидуально. Нет какой-то одной цифры, одной тренировочной схемы, либо временного промежутка тренировки. Короче, определенные принципы, которые подойдут всем, без исключения. Такого, конечно же, не бывает. Во-первых, все индивидуально. Потому что каждый из нас обладает своими индивидуальными особенностями. Например, выносливость, работоспособность, сила, тренированность. Там, ну, это относится к тренировочному стажу. Возраст. Ну, в общем, моментов этих очень много. Десятки можно перечислять. Даже этих вот особенностей хватает вполне, чтобы понять, что время тренировки – это индивидуальный момент. Итак, друзья, что касается меня лично. Я тренируюсь давно и тоже следовал вот этой тупой логике. Тренировка должна длиться не менее часа. Таким образом, я тренировался довольно долго. Много, скажем так, много лет. Тренировки длились мои по полтора или два часа. Очень объемные, многоподходные тренировки. И уже спустя, наверное, годы я стал лучше понимать свое тело. Начал, наконец-то, лучше понимать, сколько должна длиться лично моя тренировка. И это сегодняшнее мое понимание кардинально отличается от того, как я тренировался в прошлом, там, пять лет назад, например. Вы, может быть, удивитесь, друзья, но мои тренировки длятся от 30 до 40 минут. Они у меня довольно компактные, но довольно интенсивные. И я тут не специально выбрал это тренировочное время. Оно как-то само собой у меня вот легло. То есть, я уже научился понимать, что конкретные полученные нагрузки мне достаточно, что тренировку я провел, что на это надо заканчивать. Раньше, например, пять лет назад, я этого не понимал. Я долбил эту мышечную группу, там, полтора-два часа. Хотя там долбить уже было нечего, мышца уже, в принципе, была уже мертва. Она уже не отзывалась на нагрузку, она уже элементарно даже не пампилась. То есть, я работал тупо с уставами и связками. А моя тренировка закончилась уже, допустим, не знаю, час назад. А все вот это вот остальное время я просто тупо выполнял движение. Сегодня я научился распределять тренировочное время. Я научился чувствовать свое тело, мышцы чувствовать. И начал понимать, что тренировка должна быть не длинной, а она должна быть достаточной. Пусть я потренируюсь 30 минут, но эти 30 минут будут гораздо эффективнее, чем если бы я тренировался час или полтора. И самое интересное, друзья, что тренируясь таким образом, сегодня по 30-40 минут за тренировку, я стал гораздо лучше и быстрее прогрессировать. То есть, мышцы растут реально быстрее, чем когда я тренировался по часу, а то и по два часа. По всей видимости, я перетренировался, не успевал восстанавливаться. Мышцы, конечно же, не росли, потому что был в состоянии так называемой перетренированности. Но я этого не понимал, потому что логика была тупая. Я думал, что чем длиннее тренировки, тем больше мышцы я сумею нарастить. Но это оказалось не так. На практике все совсем по-другому. Так что сегодня я тренируюсь именно так. По 30, но не более 40 минут. Так что, ребят, что касается тренировочного времени, это, конечно, момент индивидуальный. Не хватает 30 либо 40 минут. Вам же, в силу своей выносливости, силы, может быть, что 30 либо 40 минут будет недостаточно. Но, как бы там ни было, ребят, я могу вам дать четкий совет. Распределяйте свое тренировочное время. Я имею в виду, не отдыхайте слишком много между подходами. Конечно, если вы не тренируетесь на силу, потому что силовые тренировки отличаются от, допустим, тех же массонаборных или тренировки на выносливость или на похудение. Я на силу никогда не тренируюсь. Мои тренировки все направлены на увеличение мышечных объемов. Поэтому и стараюсь отдыхать между сетами от 40 до 60 секунд. Это позволяет мне увеличить интенсивность тренировки и, в свою очередь, сжать тренировочное время. То есть, ребят, это тупо сэкономит ваше личное время. Не обязательно пахать в зале по 1,5-2 часа, при этом отдыхать между подходами там по 5 минут. Так что, ребят, вот такой вот у меня ответ. Конкретно я, конечно же, не ответил, потому что тут нет какого-то универсального четкого ответа. Типа, тренируйтесь столько-то и это правильно. Всегда надо учитывать свои индивидуальные особенности. Так что, ребят, на этом все. На этот вопрос я ответил так, как смог. Ребята, с вами увидимся совсем скоро. С вами был Романов Даниил. Всем удачи, спортивного долголетия. И до скорой встречи. Пока, друзья.